Жильцов верхних этажей, пятиэтажки по проспекту Нариманово, 57, экстренно переселили в начале марта. С приходом весны вместе со снегом сошла и кирпичная кладка. Собственники квартир не удивились. Рабочую бригаду здесь не видели вот уже 50 лет. Живой я здесь 30 лет. Никакого ремонта никогда не было. Так себе приляпают, отляпают. У людей там вообще даже жить невозможно. Черно прям. Вы не заходили в квартир там? Ой, там вообще крауд. Прям одна плесень. Сейчас во дворе общежития оживленно. Ремонтировать и шпаклева здесь начали на 10 лет раньше запланированного срока. Дом должен был войти в программу капитального ремонта только в 2032 году. В администрации города совместно с управляющей компанией были приняты оперативные меры по демонтажу аварийных участков. Территория была огорожена с помощью спецтехники. Здесь хотелось бы поблагодарить фонд модернизации, что пошли навстречу и в оперативном порядке провели все конкурсные процедуры. И вот с понедельника, текущей недели, подрядчик уже зашел на выполнение работы. Фронт работы большой. В доме разваливается практически все. От крыш до окон в межквартирных пролетах. В первую очередь восстановят кирпичную кладку наружных стен. Также подготовят основание под новую отмостку – водонепроницаемое покрытие вокруг общежития. На этом этапе уберут грунт по периметру пятиэтажки и демонтируют старый бетон. За 57 лет эксплуатации на нем появились трещины и разрушения. Местами конструкция и вовсе провалилась под землю. И уже потом приступят к фасаду. Будет усиление выполнено из круглой арматуры диаметром 28 мм с тяжами, которые будут затягиваться под определенным напряжением. Это даст усиление фасаду. В последующем не будет опознавений. В последующем будет фасад весь штукатурен. Заменены пластиковые окна в подъездах. Параллельно рабочая бригада займется утеплением кровли. Это даст комфортное проживание на верхних этажах. Зимой потолок не будет промерзать, а летом жильцы не будут мучиться от жары. Все работы планируют завершить в первой половине июля. Следить за качеством их исполнения будут как чиновники, так и обычные люди. Если ремонт одобрят, модернизацию можно будет считать завершенной.